Приветствую вас друзья на канале Чуща ТВ. Сегодня мы поговорим о 3D печати в целом, а именно о коммерческой печати. Насколько она интересна, насколько выгодна и вообще стоит ли этим заниматься и что для этого нужно. Некоторые зрители часто спрашивают, какой принтер купите для печати на заказ, но при этом забывают о самом важном, без знаний в 3D моделировании никакой коммерческой печати у вас не получится. Ведь большинство заказов это сырые решения, вам нужно снять мерки, взять деталь, воспроизвести точно такую, или же создать под нее какое-то крепление, создать какой-то уникальный девайс и так далее. То есть вам придется сделать его практически с нуля. Что касается выбора самого принтера, то это на мой взгляд второстепенно, так как можно успешно печатать те же самые заказы на бюджетных принтерах, драгостолах и так далее. Главное, чтобы у вас была своя наработанная база клиентов. Да, вы не ослышались, именно база клиентов. Потому что рассчитывать на частного потребителя не стоит. Тем более, что в последнее время 3D печать активно развивается, а значит конкуренция растет. Да и честно говоря на таких заказах особо-то и не заработаешь. Самые важные заказы, интересные заказы это коммерческие фирмы, которым нужны какие-то девайсы, какие-то крепежи, какие-то устройства, какие-то коробочки даже самые простейшие, о которых мы тоже сегодня поговорим. И на этом, друзья, вы можете немного заработать. Потому что вам придется не только печатать, вам придется смоделировать, проявить свои инженерные способности и так далее. Меня часто спрашивают зрители, какую программу выбрать для начала, чтобы научиться моделировать. На самом-то деле это особо не важно. Можно выбрать Solidworks или Fusion, он, кстати, более простой. Можно, например, выбрать Autodesk Inventor, как я. Вот этот вот танк я спроектировал именно в Autodesk Inventor. При этом я никогда до этого ничего подобного не делал. Это мой был первый опыт. И на самом-то деле я замахнулся на слишком серьезный и тяжелый проект. Но самое главное здесь это мотивация. Если она у вас есть, если у вас есть желание, то вы осилите любую программу. А теперь многие спросят, а какой нужен компьютер, чтобы данная CAD-программа работала эффективно, чтобы ничего не тормозило, чтобы даже презентация получалась без каких-то лагов, чтобы все было хорошо, чтобы вас это не нервировало, чтобы вы получали удовольствие от моделирования. И сейчас попытаемся в этом разобраться вместе. А это, уважаемые зрители, перед вами мой старый ПК, который уже свое отходил и для работы в инвентаре он совершенно не годится. В данной машине использовался процессор i5 2.9 МГц с максимальной 3.9 МГц частотой. При этом оперативке 16 ГБ и видеокарта 1050 Ti. Но, к сожалению, проблема как раз не в видеокарте и даже не в оперативке, а именно в вычислительной мощности самого процессора. И поэтому мне пришлось заменить мой старенький ПК на более серьезное решение, которое предназначено именно для работы в CAD-системе. Для улучшения производительности на AliExpress был куплен следующий набор, общей стоимостью 325 долларов, который включает в себя материнскую плату X99. Это серверное решение, рассчитанное на два процессора, что обеспечит лучшую вычислительную мощность. Самое обидное, друзья, что буквально через несколько дней после моей покупки цена на эту плату уменьшилась на 25 долларов. Так что вы сейчас можете ее купить намного дешевле. Процессоры выбрал многопоточные Xeon E5 2670 версии 3 с частотой 2.3 Гц на ядро, 12 ядер, 24 потока. Можно было бы, конечно, взять и 2678, но он стоит в два раза дороже, а по производительности практически такой же. В качестве охлаждения я использовал башенные кулеры Showman на 6 тепловых трубок. Этого, в принципе, должно быть достаточно, чтобы охладить наши 120-ваттные процессора. Выбор оперативной памяти тоже немаловажен. Так как у нас двухпроцессорная материнская плата, то, соответственно, по каждой планке нужно на каждый процессор. Естественно, я взял одну планку со старого компьютера на 16 ГБ. Это быстрая память на 3,2 ГГц. Вторую планку я поставил на 8 ГБ, 2,6 ГГц. Но из-за разности частот производительность сильно упала, поэтому пришлось быстро докупить вторую планку в магазине Розетка. За нее отдал их 100 долларов. Хотя мог очень сильно сэкономить, если бы подождался Алиэкспресс. В том же магазине Клирце продается точно такая же быстрая планка на 16 ГБ, 3,2 ГГц. И стоит она всего же 66 долларов. Так как наша система занимает достаточно много места, ее в старый корпус уже не вставишь. Поэтому в магазине Розетка я прикупил новый корпус от компании Deepcool. Называется Matrix 55 версии 3 с RGB подсветкой. Впереди установлено 3 вентилятора на вдув, сзади один на выдув. И этой мощности более чем достаточно, чтобы охлаждать нашу систему. При этом идет красивая RGB подсветочка, очень симпатично смотрится. И самое главное, все у него вмещается. Корпус тип размера E-ATX. Со сборкой и настройкой этой системы мне помог разобраться Евгений. Это мой лучший друг. Спасибо Женя тебе огромное, потому что ты мне очень сильно помог. Башенные вентиляторы стали как родные. Но проблема в том, что они дуют друг на друга. А это не очень хорошо. Блок питания я использовал от старого компьютера. Чифтек на 750 Вт. Этой мощности в принципе достаточно. При этом посмотрите, он в притирочку заходит в наш корпус. И садится как литой. SSD диск был также позаимствован со старого ПК. Его общий объем 500 ГБ. Этого достаточно, чтобы поставить все необходимые программы. Видеокарту решил пока не менять. Оставил Asus 1050 Ti. Но желательно со временем все-таки заменить на более мощное решение. Первый запуск, на удивление, прошел успешно. Китайцы не подвели. Система работает, все процессора работают. И это, честно говоря, меня очень сильно порадовало. Ведь деньги потрачены были немалые. Наша система в корпусе Матрикс стала просто идеальна. Особенно понравилась подсветка, которую можно отрегулировать и при желании вообще отключить. Плюс магнитная сетка, каленое стекло, удобство, вместительность. И это все за 100 долларов. Мне кажется, оно того стоит. Он такой красивый. Прямо радужный. Они все разного цвета. А теперь давайте пройдемся по смете нашего апгрейда. Материнская плата мне обошлась в 140 долларов, хотя сейчас она стоит в 110. Два процессора по 65. Две башни для охлаждения по 28. Одна планка памяти у меня была, вторую я докупил за 100 долларов. Хотя можно было бы сэкономить и купить ту же планку, но в магазине Клерсе за 67 долларов. Корпус обошелся в 68, правда сейчас он немножко подорожал. И в итоге мы получаем общую сумму 494 доллара. Отнимаем 180 долларов, это те комплектующие, которые у нас остались от предыдущей сборки. То есть процессор, башня и материнская плата. А если бы я не спешил, то сэкономил бы на Алиэкспресс еще 60 долларов. И в итоге бы апгрейд обошелся вообще в 250. Так что я считаю, это неплохая сумма, учитывая то, что мы получили действительно рабочую лошадку, которая предназначена для работы именно в кат-системах. Да и в играх тоже хорошо себя показала эта система. Я конечно не игроман заядлый, но иногда все-таки включаю World of Tanks. И на ультра настройках, посмотрите на параметры GPU. Оно загружено на 99%, то есть узким местом является как раз видеокарта. А наши центральные процессоры, они загружаются даже на 17%. Это был максимум за всю игру. То есть запас производительности достаточно хороший. При желании видеокарту можно заменить на более шустру, и тогда вы полностью ощутите все преимущества этой сборки. А теперь поговорим о реальных заработках на 3D-печати. Перед вами один из заказов моего хорошего знакомого, друга и коллеги по бывшей работе, Сергея. Он со своим другом создал компанию под названием «Частотник». Они уже долгое время на рынке, занимаются торговлей оборудованием для предприятий, начинают там от частотников, сервоприводов, контроллеров и даже промышленных роботов. У них достаточно большое портфолио. При этом они не только продают комплектующие, но и делают полный просчет, анализ и предоставляют еще дополнительные консультации по монтажу, установке и использованию. Для выносных панелей и частотников Сергей попросил сделать специальные крепления, ведь они монтируются именно в дверь корпуса. Для удобства визуализации я решил спроектировать не только сам корпус, но и панель, которая вставляется в этот корпус. Снял мерки с помощью специального инструмента, о котором уже неоднократно рассказывал. И вы знаете, это намного удобнее, потому что ты визуально видишь, как он будет смотреться. Ты можешь показать это заказчику и в итоге согласовать окончательную версию еще до того, как начнешь печатать. И это реально круто. Поэтому 3D-моделирование мне этим и зацепило, что это удобно, быстро и самое главное эффективно. А это и есть съемная панель частотника, которую я спроектировал, смоделировал в Tadesk Inventor. А для нее специальный корпус. И посмотрите, как плотненько она заходит. То есть зазоры просчитаны до буквально десяток. И это очень хорошо. Смотрится как заводская. При этом также на ней присутствует специальный вырез под названием. Ведь я его сделал отдельно для удобства печати. Самое главное, что заказчику все понравилось. Особенно надпись, потому что он не планировал ее размещать на этом корпусе. Так как он даже не предполагал, что это можно сделать. И благодаря моей смекалке, естественно, с этим заказчиком я буду работать и дальше. И таким образом наращивается ваша клиентская база. А теперь, уважаемые друзья, отвечу на самый главный вопрос. По поводу установки нашей системы. Насколько она производительна. Мы открываем Autodesk Inventor. Выбираем самую сложную сборку. Это танк Tiger в масштабе 1 к 16. Здесь более тысячи деталей. Более 360 уникальных деталей. У меня был на канале обзор по этому танку. Можете посмотреть. Это действительно сложнейшая сборка для любой CAD-системы. И теперь мы посмотрим, на что способна многопоточная процессорная система нашего компьютера. Потому что обычный i5 с этими задачами просто не справляется. С левой стороны вверху мы видим температуры, а также загрузку центральных процессоров. GPU это видеокарта. CPU это центральный процессор. Плюс память и конечно же FPS. В панели инструментов Inventor я выберу следующие параметры. Выставлю полностью стиль отражения реалистичный. Вы видите как меняется картинка. Выбираем тени. Добавляем отражение. И вместо ортогональной системы выбираем перспективный. Смотрится конечно просто великолепно. Также хочу отметить, что даже при вот таком вот малейшем провороте на старом ПК просто дико тормозил Autodesk Inventor. Иногда выскакивал в ошибку. Но посмотрите, видеокарта у нас только подгружается, а центральный процессор всего лишь загружен на 7%. Это говорит о огромном запасе производительности. Но это еще не все. Выбираю трассировку лучей. И посмотрите уважаемые зрители, трассировка лучей заняла всего лишь 4 секунды на низком качестве. Я даже не успел посмотреть на параметры загрузки нашего центрального процессора. Давайте выберем черновой вариант. Здесь загрузка будет уже более видна, потому что время трассировки увеличивается. Хочу отметить, что на старой сборке в низком качестве трассировка занимала около 1,5-2 минуты. А здесь всего лишь 4 секунды. При этом черновой вариант трассировался где-то в районе получаса. А здесь посмотрите, он просто летает. Загрузка CPU на 100%. Видим, что подгрузилась оперативка. При этом видеокарта у нас отдыхает. На ней даже температура не поднимается. А трассировка уже подходит практически к концу. И самое интересное, когда я навожу на детали нашего танка, они очень быстро выделяются. Чего не скажешь о i5 процессоре, который просто дико тормозил. 64 секунды, 1 минута против получаса на старой сборке ПК. Также хочу добавить, что высокое качество я практически никогда не использовал на i5-9400F. Почему? Потому что все дико лагало и занимало это около 2-3 часов. Давайте же нажмем на высокое качество и посмотрим на готовый результат. Видим, как загрузился центральный процессор. Видеокарта просто отдыхает. Ну и конечно, немножко подгружается память. А процесс трассировки проходит очень даже шустро. И вот, уважаемые зрители, на высоком качестве время трассировки заняло всего лишь 654 секунды. Это по сути чуть больше 10 минут. Вместо 2,5 часов, если бы я это делал на предыдущей сборке ПК. Это просто мега круто. С такой производительностью можно работать. В итоге делать красивую визуализацию, представление. Да и в целом получать удовольствие от процесса 3D моделирования. Так что сборку с двумя процессорами я могу смело всем рекомендовать, так как она действительно показала себя с наилучшей стороны. А на этом, друзья, я буду с вами прощаться. Надеюсь, это видео оказалось вам полезным и интересным. Ссылки на магазин Клерсе, где я покупал комплектующие для сборки нашего суперкомпьютера, скину под видео в описании. А с вами был Макс, до новых встреч, пока-пока.